Проповедь 463 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Послание к филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Случается часто так, что когда нас мучают боли и мы не способны размышлять или молиться, мы чувствуем, что наше тело фактически уничиженное тело. Когда же нас искушают страсти, рождаемые нашей плотью, мы сознаем, что слово «уничиженное» совсем не является слишком суровым определением. Наше тело смиряет нас. И это, наверное, самое лучшее, что оно способно сделать для нас. О, если бы мы только поистине смирились! Ведь тело наше соединяет нас с животными и даже с прахом земли. Однако наш Спаситель, Господь Иисус, изменит все это. Мы будем подобны Его собственному телу. И перемена эта должна совершиться со всеми истинно верующими в Иисуса. И души наши изменяются через веру, а с телами происходит обновление, чтобы приспособить их для нужд возрожденного Духа. Как скоро произойдет это великое изменение, мы не можем сказать. Но мысль об этом должна помочь нам переносить наши нынешние испытания и страдания плоти. Еще немного, и мы будем такими же, каким является ныне Иисус. Не будет уже тогда головных болей, отекших членов, тусклых глаз, уставших сердец. Старец не будет уже тогда связкой немощей. Больной не будет тогда совокупностью страданий. Даже плоть наша должна успокоиться в надежде на воскресение.